Первое, что мы делаем, какой мы делаем вклад во взрослых. Мы помним, что, или не помним, но сейчас будем помнить, что когда мы находимся в состоянии стресса, у нас вырабатывается адреналин, у нас вырабатывается кортизол. Мы нацелены на действия, но в момент стресса у нас вырабатывается и окситоцин. Окситоцин должен нас обезболить. Окситоцин вырабатывается для того, чтобы наше сердце выдержало нагрузку. И в тот момент, когда нам сложно, за счет работы окситоцина нашего нейрогормона мы ищем близости, мы ищем связности, мы ищем опоры на «мы». И то, во что сейчас важно сделать вклад, на самом деле, так же, как и с детьми, это еще в большей степени важно для взрослых. До момента начала учебного года провести не просто отчетно-выборное собрание и распределить обязанности, а сделать какое-то, я не люблю слова «команда образующая», это просто должен быть искренний формат общения, где люди бы встретили, посмотрели друг на друга и почувствовали, что мы в команде. Это один из важнейших вкладов. И взрослым надо давать время на адаптацию к коммуникациям, к новому помещению, к новым условиям, не меньше, чем детям. И на самом деле, то, о чем я сейчас все время говорю во всех публичных пространствах, что во время карантина мы поняли, как важны воспитатели детских садов и учителя. И если мы социально не можем, если не можем повысить им зарплаты, так как это важно, то важно вкладывать хотя бы свою благодарность. И сейчас время, когда, если нам удастся простроить единую систему, школа-семья, садик-семья, сейчас интересное время, когда больше будет вклад в общение. Это на самом деле будет во благо только нашим детям. И если мы правда можем сказать нашим воспитателям и учителям в школе какое-то доброе слово и выразить сочувствие в связи со всеми правилами, которые им каким-то образом надо соблюдать. И контролировать. И контролировать. И на самом деле они отвечают за безопасность наших детей, в том числе за безопасность семьи. Это будет важно. Мы все время говорим о том, что дать что-то другому может только тот, кто наполнен. И забота о себе, мы говорили о выгорании родителей, но забота о себе, учителей, воспитателей, на самом деле, по законам распределения внимания, взрослый может удержать в фокусе своего внимания не больше пяти детей младшего возраста. После идет большая степень выгорания. И поэтому нам важно, чтобы воспитатели получали навыки, как можно о себе заботиться. Как о себе заботиться? Они могут справиться с этой нагрузкой. Просто заботы должно быть больше о себе. Как могут о себе заботиться? Делать паузу. Делать паузу, устраивать себе минутки молчания. На самом деле, когда мы имеем отношение к детям, то мы все время находимся в состоянии сенсорных перегрузок. И это значит, что наша нервная система может очень быстро не справиться с нагрузкой. Как мы можем это дополнить? Когда мы приходим домой и говорим, мне нужно две минуты тишины. Когда мы спрашиваем себя, что я могу для себя сделать, чтобы восстановиться. Это простые вещи. Там на самом деле не так все сложно. И важно помнить, что в синдроме эмоционального выгорания есть один из первейших факторов. Там есть определенная динамика. И первый пункт. Я спасатель. Я справлюсь с любой нагрузкой. Мне не нужно отдыхать. Я могу поднять на себя любую тяжесть. Это инкубационный период, и он очень опасен. И если мы себя находим вот в этом состоянии, когда я готов на себя брать все больше и больше ответственности, нам надо себе говорить, что я класс, я молодец, я очень ответственный человек. Но важно давать себе возможность каким-то образом переключать каналы. Вот смотрите, каналы... Я могу об этом сейчас говорить? У нас еще есть время, да? Ну вот уже об этом и будем завершать. То, что важно помнить всем взрослым, и родителям, и учителям, и воспитателям детских садов. Если я психолог, то основной канал, которым я пользуюсь в своей жизни, ну это канал интеллекта, который, я надеюсь, я использую, это канал отношений. И этот канал перегружен. Если что-то перегружено, там через какое-то время будет бесчувственность. И это значит, что этот канал у меня какое-то время должен отдохнуть. И значит, что я буду получать ресурс из того канала, который сейчас не задействован. Например, из канала тела. И в тот момент, когда я прихожу со своих семинаров, мне нужно покушать, я задействую канал вкуса, мне надо помолчать, мне надо ни о ком не позаботиться, хотя бы 15 минут, да, это канал отношений. И, возможно, это любые телесные упражнения, любые физические упражнения, которые мы можем включить. Каналов восприятий у нас много. У нас есть зрительный канал, когда мы смотрим фильмы, картины, когда мы сами рисуем, когда мы сами вышиваем. У нас есть канал обоняния, у нас есть канал вкуса, у нас есть аудиальный канал, у нас есть канал движения, у нас есть канал телесных ощущений, когда мы ходим на массаж или валяемся в ванной с бульбашками, когда мы прикасаемся, вот свои тельца починь напрягаем, когда мы обнимаемся. У нас есть канал интеллекта, когда мы получаем новую информацию. И переключение этих каналов дает нам возможность быстрее пополнить себя. То есть преподавателям, воспитателям важно, как и родителям, не забывать заботиться о себе. Это самое главное будет для них. Даже я бы сказала ни слова не забывать, а это обязательное условие. Всем взрослым, которые имеют отношение к отношениям, я даю домашнее задание задавать себе вопрос, что я сделал для себя, чтобы оставаться чувствующим. Потому что если я о себе не позаботился, я не могу быть в контакте с ребенком, я не буду чувствителен к его потребностям. А это то, что составляет безопасность ребенка, когда мы чувствуем то, что для него сейчас важно. Продолжение следует...